Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Рой! Кажется, началось! Коль! Ну, поговори со мной! Коль! А хочешь, песенку споем, помнишь, про медведей? Я Мишка Косолапый! Сейчас! Да, Моть! Да, привет! Да, конечно, сейчас Колю к отцу заброшу и сразу в консерваторию! Что, Соня? Трубку не берет? Ну, конечно, звони, пока не дозвонишься! Ладно, да, все, до встречи! Извини, Мотя звонила, у нас Соня куда-то пропала, а у нас репетиция, представляешь? Ну что, давай споем? Я Мишка Косолапый, я всех зверей добрей, живу в лесу я с папой и с мамою своей! Так неправильно петь! Почему? У меня, между прочим, абсолютный слух! Эту песню надо петь втроем, а ты не хочешь петь с папой! Не свести Гузеев, денег не будет! Это у вас-то денег не будет? Да вы шутник, Аркадий Иванович! У того, кто свистит, не будет! Что, зарплату урежете? Слушай, через минут пятнадцать подними спальню, там девушка, отвези ее, когда скажет, хорошо? Ага, ну, будет сделано, шеф! И что? Кто? А ты? А он? Да ладно, круто. Наташа! Эй, алло! Сонь, повянешь пока, а то тут сенсей мой взъерошился. Сенсей взъерошился? Слышь ты, Елисеева, британские ученые доказали, что труд сделал из стажера человека, так что взяла камеру и работать бегом. Да что париться-то сейчас, движухи ноль. Движухи тебе ноль? Да много ты понимаешь. Елисеева, во-первых, надо снять заявочный план, иди сними бабушек, кошку сними. Перебивочные планы нам нужны, а для нормального репортажа много материала не бывает. Сейчас пожарка приедет, вот тогда все и запилим. О, круто. Ну ничего, так ничего. Так-то, Боксаров, круто. Ну чего, вечером в клуб идем? Нет, Наташка, в клуб не пойду. Любовь для меня важнее. Чё, прям любовь? Ну а что, по-твоему, у меня же принцип — в постель только по любви. Ты же меня знаешь. Да ладно. Ну, Наташ, меня же завоевывать надо. Как думаешь, смог я и с утра делать? Не парься, просто подведи и все. Чего делать? Сделаю в бирюзовом цвете. Наташка, как он ухаживал. Две недели, цветы, подарки, рестораны. Ну как перед таким стоять? Ну, я сегодня подарила ему ночь любви. Ха. И как он? Без подробностей. Он хоть возрастной, но многим молодым фору даст. Уж мне поверь. Чё, прям сильно возрастной? Да не, нормальный. Выглядит вообще супер. Он в любую погоду бегает и утром, и вечером. Зош, что ли? Да нет. Просто следит за собой. Вот сейчас побежал, и я смогла тебе позвонить. А то так он ни на секундочку, ни на минуточку меня от себя не отпускает. Сегодня даже репетицию пропущу. Скажу, что заболела. Так, халат. Взяла. Носки. Две пары полотенца. Вот. Так, давай. Зубная паста, щетки, туалетная бумага, мыло. Ройд, принеси, пожалуйста, из ванной туалетную бумагу и мыло. Да. А! Больно? Давай патру. Схватки регулярные, каждые пятнадцать минут. Фух. Все, нужно ехать. А? Сейчас скорую вызову. Ты что, не надо, сами доедем. Сейчас в сторону области пробок никаких. Быстро доедем. Нет, я вызову. На скорой как-то надежнее. Ну, перестань. Я с ними три года проработала и четко усвоила. Вызов по ерунде кому-то может стоить жизни. Фух. Сядь, посиди на дорожку. Да. Вот всю жизнь так. У Соньки везуха, а у меня не пруха. Давно ты ее знаешь? С детства, соседка. Вместе в Москву из Самары перебрались. И за три года она уже играет в известном квартете. Она скрипачка. А теперь вот олигарх настоящий влюбился. Прям олигарх. И прям влюбился. Ты дом вообще видел? Ну, видел. Не удивлюсь, если Сонька там вообще скоро хозяйкой станет. Она говорит, этот олигарх ее на руках носит, зовет богиней этой, как ее? Ну? Незаменида или... Ну, которая из пены родилась. Незаменида, да? Слышь ты, тундра, знай, Елисеева, которая из пены родилась, это Афродита. Точно. Точно, да. А Немезида, это богиня возмездия. А Сонька твоя дуреха. Ну, вот этот дом владелец попользуется ей пару месяцев, да и выкинет. В Москве таких немезид, Афродит знаешь сколько? А это еще не факт. Соньку, если она сама этого не захочет, на раз не выкинешь. Ну, вот. Ой. Наконец-то. Дождались. Давай, работаем. Незаменида. Валь, незаменитых у нас нет. Ты че пелишься? А? Вали отсюда. А, слушай, давай-ка собирайся, я отвезу тебя куда надо. А ты вообще кто такой? Я? Водитель. Водитель. Личный водитель Аркадия Ивановича. Ну, вот и вози. А я никуда не собираюсь. Ни ты меня приглашал, ни тебе его гонять. Я Аркадия дождусь. Слушай-ка, давай-ка по-хорошему одевайся. Мне шеф приказал тебя отвезти. Так, мне никогда никто не приказывал. И ты не будешь. Вон, пошел. Ну, ты борзая. Да я тебя сейчас голо отсюда вытащу. Э-э. Сюда, иди. Я че за тобой бегать должен? Так. Так, только попробуй, а? Пошла. Быстрее снимай. Снимай давай, туда. Работаешь, ножок, давай. Сюда я. А Гузеев, нет. Ах. Ты бы ее видела, Кира, такая грудь, талия, ноги, ну просто шик. Ты понимаешь, а? Понимаешь? Да ни черта ты не разбираешься в русских женщинах. И оказалась такой стервой, прикинь, опозорила меня змея. И как мне теперь шефу в глаза смотреть, если я с таким элементарным заданием не мог справиться? А, Кира, вот ты бы что сделал на моем месте? Цепюк. Так, давай. Жень, может, на скорой? Ну, смотри, как здесь тесно. Нет, нет. Нет, дорогой, поехали. Хорошо. Какого черта, а? Я же просил тебя снять побольше перебивок. Ну, так я и сняла. Чего ты сняла? Орущего кота ты сняла? Кору дуба? Ничего смешного нет. Надо было выдвигающуюся лестницу пожарных, крупняки пожарных снять. Какая разница? Наш канал все равно никто не смотрит. О-о-о, я чувствую, Елисеева, что ничего путного-то из тебя не выйдет. А из тебя, значит, путная вышла. Я смотрю, ты борзая, да, очень? Не боишься, я тебя могу уволить? Сенсей, давай без угроз. Ты что, закончил журфак МГУ, чтобы этот трэш снимать? Спасение котиков, озеленение дворов и хор безголосых пенсионеров. Учти, а профессия журналиста знай. Угу. И заруби себе на носу. Основывается на трех составляющих. Первое. Удача, чтобы наткнуться на тему. Второе. Усердие, чтобы разработать эту тему до самого дна. И третье. Терпение, чтобы дождаться этой удачи. Да, из-за меня очень высокая температура. Я, видимо, устулась и ваши звонки пропустила. Видимо, какой-то вирус ходит. Я очень постараюсь побыстрее выздороветь. Правда, да? Ну, давай, выздоравливай. Да, да, да. Спасибо, дорогая. Спасибо, да. Пока-пока. Аркадий Иванович, я... Все нормально, Гузеев. Соня мне рассказала. Покажи. Во. Нормально она тебе приложила. Ладно, не обижайся. Скрипачки, они горячие бывают. Да я не обижаюсь, шеф. Она просто так неожиданна. А я... Я же женщину бить не буду. Ну, ладно, проехали. Акиракори и кудасай. Дома. За дружбу и за мир. Шеф, но вы... Я не буду. Мне же ее еще везти. Ладно, куда ты с таким глазом поедешь? Отдыхай сегодня. Охранники отвезут. Или ты что, со мной пить не хочешь? Умеете, конечно, выговаривать. Ладно, ваше здоровье. Акира? Аркадий Иванович. Евдокия Романовна подъезжает. А черт, совсем забыл. Папа! Привет, медвежонок. Папка по тебе соскутился. Давай. Идюша! Давай, давай, беги. Привет. Привет, дорогая. Шумин, почему ты все время щеку подставляешь, а не сам целуешь? Меня это еще бесило, когда мы женаты были. Как дела? По-разному. У тебя, смотрю, новая игрушка. Красивая, да? Только сегодня пригнали. Круто. Коле, наверное, понравилось бы. Коля, марш в машину. Коля, вернись. Коля, я кому сказала? Коля, мы едем домой. Ты чё, совсем сдурела? Шумин, я сдурела, когда я за тебя замуж выходила. Тебе уже пятый десяток. Ты как был кобелем, так и остался. Все о бабах думаешь. Тебе не стыдно при сыне проституток приводить? Каких проституток? Это Соня. Какая еще Соня? Скрипачка. Из твоего квартета. Соня, у которой сегодня 39,3. У которой вирусная инфекция. Дуня. Дунь. 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 Э, ты что, сдурела? Коля. 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 Коля! Коля! Колечка! Колечка! Ну как вы там? Гошка не шалит? Глебушка! Глебушка молодец! Схватки как в учебнике по акушерству! Ты знаешь, мне ужасно захотелось тебя поцеловать! Могу предложить только коленку! Я согласен! А что, Глеб тоже хорошее имя? И пусть там уже дежурит бригада, прямо у самых дверей! Мы сейчас приедем, минут через пятнадцать! Давайте скорее, нас там ждут! Надо быстрее ехать! Да куда ты? Аркадий Иванович, я в порядке! Выбьюшись с таким глазом? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Это близко. Ну что, едем. Родя, Родичка, ответь. Помогите. Стоп, стоп! Съемку прекратили! Что вы делаете? Камеру отдай! Я ее журналист! Прекратили, я сказал! Вы что творите? Снимай, снимай! Снимай быстро! Слушай, дружище, ты можешь пробить номерок? Сергей, 2-2-2, Константин Ульяна. 177-й регион. Не получится. Дверь заклинила. Помогите. Надо МЧС вызвать. Помогите. Тут женщина. Она беременна. Алло, скорая? Зайне она! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Быстрей, быстрей, быстрей! Женщины, не отключайтесь! Сейчас нас вытащим! Доктор, работайте! Это мой муж. Он жив? Он жив. Сейчас я его осмотрю. Повреждение грудной клетки. Пульс учащен. Возможно, внутреннее кровотечение. Стабилизируем состояние для транспортировки. Капайте в обе вены. У него вторая положительная. Вы медик? Да. Я детский хирург. Я беременна. У меня тридцать восемь детей. Я рожаю. Хорошо, поняла. Сейчас поможем. Руку дайте. Осторожно, осторожненько. 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 Ну, надо поднимать. Вот так, дорогой. На раз. И? Влади осторожно. Ребята, аккуратней. Давай, 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 давай. Держи. Все, все, все. Спасибо. Спасибо. Давай, давай, давай. Тихо, 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 тихо. Не надо мне ничего колоть. Я рожаю. Рожает она. Тихо, тихо. Замечательно. Спасибо, Вась. Я на днях к тебе заскочу. Да, спасибо. Ну что, все там живы? Вроде все. Правда, парень весь в крови за рулем. И женщины сильно беременны и кричишь, что рожают. Знаешь, что я тебе скажу, Елисеева? Нам, похоже, с тобой сильно повезло. Жесть. Офигенно повезло. Остались без камеры и без отснятого материала. Правила сообщающихся сосудов, знаешь? Если в одном бывает, в другом прибавляется. Хорош, Сэм, у меня по физике пятерка. Это все не важно. Угадай, чья эта машина? Филиппа Киркорова? Машина принадлежит компании «Босомойл». И возит она ее владельца, Аркадий Ивановича Шумина. А. Меценат и миллионер. И уж поверь мне, это будет бомба. Шумин Николай Аркадьевич. Полных восемь лет. Поступил с черепно-мозговой травмой. Пока введем его в искусственную кому для стабилизации жизненных показателей. Потом можно будет говорить об операции. Доктор, делайте что воно. Мой ребенок должен выжить. Конечно, мы сделаем все возможное. Почему? Почему вы так говорите? Вы не смеете так говорить. Если надо, делайте невозможное. Успокойся. Родинчик не должен умереть. Родина, где же ты? Давай, давай, давай. Головка показалась. У меня тахикардия. Сделайте мне кардиограмму. Уважаемая, давайте вы будете рожать, а мы следить за медпоказателями. Нарушение ритма. Так, еще раз. Тужимся. Раз, два, три, четыре. Туша! Туша! Да молодец, молодец! Все-все-все, врезалась головка, врезалась головка. Вдохнула, выдохнула. Три, четыре, пять. Давай, должно родить. Давай за третьим разом. Давай, молодец. Вышел, вышел ребенок. Вышел, вышел ребенок. Отсос. Не дышит. Ну, давай же. Давай, давай. Ну, что же вы стоите, сделайте ему кислородную маску и глюкозу внутривенную. Разберемся. Глюкозу. Зажим. Давай, малыш. Майя! 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 М Напомни, а отчего мы развелись? Потому что ты кобель, Шумин. Ты как раньше, ни одной юбки не пропускал, так и теперь не пропускаешь. Точно. Но любил-то я только тебя, Даня. Заткнись, Шумин. Ты и ты своей Соне будешь вешать. Я не понимаю, что ты за человек? Твоему сыну сейчас жизнь спасают, а ты все о бабах думаешь. Потому что боюсь думать, что-то... происходит. Потому что боюсь думать, что-то... происходит. Ты ужасный муж, Шумин. Ну, ты очень хороший отец. И Коля тебя очень-очень любит. Ты помнишь, как мы вместе пели песни про медведей? Мишка косолапый. Когда Куленька выздоровеет, нам надо будет обязательно ее вместе спеть. Споем, Даня, споем. Обязательно. Он ведь выздоровеет. Ты ведь не позволишь ничему плохому случиться. Господи, Господи, Я сел за руль. Почему? Как это вообще могло с нами случиться? Так, меня наконец кто-нибудь отвезёт в город? Или я должна здесь до ночи торчать? У меня, между прочим, дело по горлу. Стерва, это ты во всём виновата. Это всё из-за тебя. Если бы я бы сел за руль, я бы их отвёз, и всё было бы хорошо. А теперь шеф в аварию попал. Шалава. Красавица. Богиня. Подождите, что значит нет такого адреса в навигаторе? Чёрт. Тоже мне властелин мира. Живёт, чёрт знает где. Сюда даже такси не ездит. Ну что, доктор? Ну как он, доктор? На данном этапе можно сказать, что всё прошло успешно. Мы ввели мальчика в кому. Пока состояние тяжёлое, но ухудшений нет, это позитивный симптом. Теперь, как я и говорил, надо подождать, пока ситуация окончательно не стабилизируется. И после этого можно переходить к инвазимным методам лечения. Спасибо, доктор. Значит, мой сын выздоровеет, да? К сожалению, стопроцентной гарантии мы вам дать пока не можем. Но ситуация не безнадёжная, так? Нет, ни в коем случае. Я вам так благодарна, доктор. Я просто делаю свою работу. Извините. В общем, я хочу остаться с Колей, а всё остальное подождёт. Я не хочу расставаться с ним ни на минуту. Конечно. Я всё устрою, не волнуйся. Извините. Аркадий Иванович, только что позвонили. Водитель малолитражки скончался в больнице, не приходя в сознание. Какой ещё водитель? Водитель малолитражки. Аркадий Иванович, вы сегодня в аварию попали на проспекте Достоевского. Я, Коля, авария. Я совсем забыл. Что? Мы что? Мы человека убили? Ася. Где Ася? Жень, ты в роддоме. А, на сохранении. Фу, я вдруг подумала, что мы с тобой на дежурстве в нашем отделении. Даже обрадовалась. Фу, мне ж с такой трюшкино оснилось. Жень, ты сегодня родила? Сын, ну ты что, ты ничего не помнишь? Держите, мамочка. А, Арнём. А, Арнём. Честен, ну ты что, тыики, я неpeople. Эй, я бы... СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Кто здесь? ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Алло, что с Колей? Шумен, тут кто-то ходит, я боюсь. Охрану вызвала? Нет, не вызывала. Вызывай, нажми тревожную кнопку, я сейчас приеду. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Никого нет. Я слышала шорох и шаги. Здесь нет посторонних, мы осмотрели все углы, никаких следов. Я чувствовала его. Здрасте. Здрасте. Шумен. Я чувствовала его. Кого? Его. Этого человека, которого мы с тобой убили. Григорий Магомедович. Что случилось? У нас проблема. Водитель автомобиля, с которым столкнулась машина Аркадия Ивановича, умер. И что? Авария со смертельным исходом. Это серьезно. Могут быть проблемы. Ты что, не знаешь, что нам делать в такой ситуации? Звони нашему человеку из СК. Пусть решает эту проблему. Да, но нашего человека в СК больше нет. Он что, в замминистра ушел? Молодец. К сожалению, в тюрьму его арестовали в рамках борьбы с коррупцией. Тогда что ты здесь стоишь? Левченко звони. Юриста всех собирай. Даже ей. Совет директоров собери. Решать будем. И чем быстрее, тем лучше. Ну что тут сказать? Полиция красавчики. Зато нет. И установили, кто был за рулем машины смерти бизнес-класса. Всей стороне понятно, а полиции нет. Зато жена погибшего Родиона родила мальчика. Но ни боссом Оил, ни министром МВД ее почему-то не поздравили. Привет. Здорово. Я на сайте обращение разместила. Может кто-то что-то записывал на телефон или видеорегистратор. Но пока толку мало. Зато почти сто тысяч просмотров на видео, которые я там записывала. Если мы найдем тех, кто был в Мерсе, то мы будем в топе. Прекрасно. Ну, для начала надо поговорить с вдовой Краснова. Не исключено, что она видела, кто был за рулем Мерседеса. Кстати, говорят, что она родила мальчика и сейчас в роддоме. Хорошо. Вот и узнай, что за роддом и когда выписывают. Не пугайте. Все, все, сейчас уходим. Не пугайте. А вот это, а вот это кажутся наши. А ну, ты жива тебе. А теперь... На ножку-то пойдем, давай. На маму или на папшину? Девушка, а что вообще происходит, а? Я договорился с вашим юристом на три. Ровно на три. И жду уже, между прочим, полчаса. Что за бардак? Я вас доложила. Подождите, пожалуйста. Константин Сергеевич, вас ждут. Старший юрист компании Левченко. Дмитрий Васильевич, здравствуйте. Пройдемте. Простите за задержку, но с Аркадием Ивановичем сегодня встретиться не получится. Вот вам визитка. Пришлите все вопросы на мейл, и мы вам ответим. Я полчаса ждал, чтоб визитку получить? Ну что ж, не хотите по-хорошему, значит, будет по-плохому. Завтра повестка, а послезавтра наряд полиции. С наручниками и автозаком. Вам все понятно? Нервные все-таки. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Спокойно, Шерлок, спокойно. Мы не полиция, они не преступники. Сейчас они зайдут, выдохнут, и тогда я пойду. Причем без тебя. Я вообще-то тоже часть команды. Все, пикировка закончилась. Сиди здесь, на попе, смирно, и не дергайся, не встревай. Во что, например? Я ж сказал, вообще ни во что. Тихо-тихо-тихо. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Ты извини, что не позвонил Брата завтра хоронят Вот я и приехал Прости, Лёш, я сама должна была тебе об этом сказать Да все нормально, Жень Я понимаю Если какая помощь нужна Я готов Время есть Только пойду досплю Всю ночь за рулем устал Совершенно наглый следак Из транспортной прокуратуры Нарядом полиции угрожал Я позвонил, его уберут Но знаете, Аркадий Иванович Со следующим следователем Все-таки нужно встретиться Зачем? Как говорится Вис фемида эра дульцис Адвос нон антагонизеус Хочешь, чтобы фемида была к тебе благосклонна Не раздражай ее Это кто сказал? Гораций Хорошо, назначай встречу Только не здесь Не хочу ментов в своем кабинете Понял Здравствуйте Евгения Алексеевна Меня зовут Андрей Боксаров И я журналист Так, журналисты идут лесом Евгения Послушайте Я сам был на месте аварии И видел, как Из одной машины Людей пересаживали в джип Я все это снял на камеру Камеру у меня забрали А меня избили Я веду свое журналистское расследование И поверьте Я докопаюсь до истины Ладно Чего вы хотите? Я прошу Я прошу разрешения Снимать завтра на похоронах Вашего мужа Я сделаю это ненавязчиво И ничего не выложу в сеть без вашего согласия Хорошо, снимайте Слушай, ты журнолюга Если я увижу выложенное от тебя какое-нибудь вранье или гадость Про Родиона или нашу семью Я твой сайт навсегда схлопну, понял? Ладно, Леша, пусть снимает Я же уже разрешила Хуже уже не будет Поверьте, я докопаюсь до правды Позвольте еще один вопрос Я же говорил Но только один вопрос Что еще? Может быть, вы видели, кто был за рулем Мерседеса? Я ничего не видела, у меня схватки были Так, все Понятно Давай вали уже Честный журналист Давай, давай Спасибо Товарищ полковник, вызывали? Да, Палыч Дело об аварии на проспекте Достоевского даю тебе А разве не Мите Троицкому это дело было отдано? Да на Троицкого пришла жалоба от юриста Жесткий слишком Ну и начальство велело не нажимать на возможных участников аварии Ну что ж Не хотят жесткого, получат мягкого Ты же у нас самый мягкий, да, капитан? Ну, я, конечно, всегда готов Но как бы чего не вышло Так вот именно, Пал Павлович Как бы чего не вышло, вот ты этим и займешься И не благодари И не буду Работай Работай Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин